Канаш должен стать территорией привлекательной для инвесторов. Эта задача вполне по силам муниципалитету. Здесь подвели итоги социально-экономического развития. Какие проекты предстоит воплотить в реальность канашским властям, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. На этом макете индустриальный парк Канаша как на ладони. В ближайшие годы именно здесь появятся новые заводы. Перспективный проект предприятия по глубокой переработке пшеницы. Предпринимателям уже подыскали необходимую площадку. Коммуникации сюда подведут за счет бюджета. И железнодорожный узел, и федеральная трасса, и потребительский рынок по-другому должен развиваться. И с точки зрения взаимоотношений органов власти с бизнес-сообществом. Все должно быть выстроено на принципах уважения и доверия. Инвестиционные проекты городу необходимы как воздух. Это поможет решить проблему с рабочими местами. Судьба городообразующего предприятия промтрактор-вагон сейчас решается на высшем уровне. Один из вариантов на сегодняшний день. Площадка промтрактор-вагон будет рассматриваться российскими железными дорогами для своего производства. По-другому говоря, они будут выкупать. Как раньше был бы ремонтный завод при РЖД, примерно такая схема должна быть выстроена. Более привлекательным должен стать и облик города. В ближайшие пять лет власти Канаша намерены отремонтировать более 200 дворов. В планах замена изношенных жилищно-коммунальных сетей и рекультивация старой свалки. Руководством республики перед нами поставлена задача до 1 июня 2017 года разработать проект рекультивации недействующей свалки твердых коммунальных отходов, получить положительное заключение экологической экспертизы и сделать заявку на получение федеральных средств на выполнение работ. На сегодняшний день уже выполнена работа по инженерно-геодезистическим, инженерно-геологическим, инженерно-экологическим изысканиям. Свои вопросы властям задавали и горожане. Многодетных родителей, получивших земельные участки для строительства домов, волнует, как скоро будет готова инфраструктура для этих мест. Электрическую часть мы там в этом году завершаем. Но вот честно говоря, в летом году в бюджете пока нет этих денег. Но мы работаем с проектными работами и в этом году, наверное, не успеем, мы ставим задачи на следующий год. Все обращения горожан местные власти взяли на учет. Глава республики отметил, что инициативы жителей необходимо учесть в программе развития Канаша. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика.